Традиции это символы, живые и настоящие. О них напоминают нам имена бойцов, навечно зачисленных в списке личного состава воинских подразделений. Имя Василия Филипповича Маргелова в каждой части сил специальных операций Беларуси пишется под номером 1. А аббревиатуру ВДВ, так раньше назывался род этих войск, шутку расшифровывают, как войска дяди Васи. О Василии Маргелове ходят легенды, слагаются стихи и песни. Он был и остается непререкаемым авторитетом для всех тех, кто называет себя «голубые береты». Это человек, который внес самый весомый вклад в развитие воздушно-десантных войск Советского Союза, который поставил их на боевые машины. Показал всему миру, что они могут десантироваться. В текущем году исполняется 105 лет со дня рождения этого великого военачальника. Василий Маргелов командовал советскими ВДВ с 1954 по 1979 год. И все поколения десантников признают, именно его железная воля, организаторский талант и военная закалка помогли создать элиту армии. Он был потрясающим человеком, человеком несгибаемой воли, мужественным, человеком, настоящим патриотом своей родины. Об этом говорили на митинге те люди, кто был знаком с ним лично. Среди присутствующих сын легендарного генерала, герой России Александр Маргелов. То, что ставят памятники бате, это уже пошел пятый десяток по всему бывшему Советскому Союзу и за границей, дальней за границей. Говорит о том, что людям нужен флаг, нужен символ, человек чести, который делал все, чтобы сохранить жизнь солдат, выполнял дурные приказы по своему, специально сохранение жизни людей, лишаясь наград, званий очередных. Это было неважно. Но уже с 41-го года его звали Батей. До сих пор он Батя. До сих пор он Батя. И ВДВ расшифровывается, как войска дяди Васи. В Беларуси это уже пятый по счету памятник герою-десантнику Василию Маргелову. И создан он на деньги участников проекта «Аллея российской славы», которые считают, что назрела необходимость увековечивать историческую память народа в камне и бронзе. Памятник бюст Василию Маргелову подарен 38-й бригаде, как и другим бригадам Беларуси. В этом проекте более 15 скульпторов России. Это скульпторы Дона, Кубани, Ставрополье и других городов России. И в частности Москвы не менее пяти человек. Я очень много слышал о Василии Филипповиче Маргелове. Вы знаете, у меня даже тот эпизод, когда уже закончилась война, и когда он 33 тысячи взял без единого выстрела, вы, наверное, мне надо знать об этом, что он просто приехал в штаб к фашистам и перед этим сказал навести пушки, прямой наводки на штаб, если через 10 минут не выйду уничтожить. И когда он сделал немцам предложение фашистам, от которого они не могли отказаться, просто он сказал, если я не уйду, мы вместе умрем. Они решили выжить. Это такой был Маргелов. Сегодня силы специальных операций вооруженных сил Беларуси являются достойными правоприемниками советских воздушно-десантных войск. И неважно, какое у них название ВДВ, мобильные силы, силы специальных операций, дух, который закладывался тогда и не был свойственен больше ни одному другому роду войск, есть и теперь. Для меня это большая честь. И я думаю, что это послужит воинам, ориентирам, флагманам в их дальнейшей не только боевой учебе, не дай бог, боевых действиях, но и в последующей жизни. Лариса Осмолович, Кириллеповик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.